Чернобыль безопасный для Украины и мира. Над этим проектом без преувеличения трудились всем миром. В 2016-м, 30-м по счету после аварии на ЧАЭС удалось возвести объект укрытия под названием конфаймент. Он поможет в ближайшие 100 лет обезопасить планету от радиационной угрозы. Новое укрытие над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС и современное хранилище отработанного ядерного топлива. Эти объекты строили больше 10 лет и, наконец, планы воплотились в жизнь. Оба рассчитаны на 100 лет эксплуатации. Закончилась одна эпоха, когда в 1986-м году был сооружен объект укрытия, который 30 лет прослужил нам. И началась другая эпоха, когда была надвинута арка над объектом укрытия. Теперь человечество не увидит объект укрытия уже никогда. Новый безопасный конфаймент, так называемая арка, стала наибольшим подвижным сооружением в истории человечества. С весом в 36 тысяч тонн и высотой 108 метров. Строить арку начали еще в 2007 году. 29 ноября 2016-го торжественно надвинули на старое укрытие. Арка является защитной конструкцией. Она должна не допустить проникновения в окружающую среду каких-либо радиоактивных отходов. Также арка имеет конструктивную форму для того, чтобы приступить к деконструкции старого укрытия, которое находится в аварийном состоянии, и самого четвертого энергоблока. Безопаснее теперь не только четвертый энергоблок, но и хранение отработанных ядерных отходов ЧАЭС. В 2016 году все топливо с первого, второго и третьего энергоблоков изъяли и переместили в хранилище мокрого типа. Только после этого электростанция перестала считаться ядерным объектом по классификации Международного агентства по ядерной энергии. Однако это хранилище построили сразу после аварии. Срок его эксплуатации уже истекает. В этом году Чернобыльская, скажем так, дописала последнюю страничку истории, которая длилась более 10 лет. Это освобождение блоков 1, 2, 3 от отработавшего ядерного топлива. В этом году последнее поврежденное топливо было удалено с блоков 1, 2. Сейчас все ядерное топливо размещено на хранении в ХАЯТ-1, который находится за моей спиной. Там находится более 21 тысяч ОТВС, которые были накоплены за все время эксплуатации Чернобыльской АЭС. Строительство нового современного хранилища началось еще в конце 90-х и в 2016 году вышло на финишную прямую. Хранить отходы теперь будут не в воде, а в пеналах, заполненных гелием. Эта технология позволит продлить срок эксплуатации хранилища в три раза, до 100 лет. После того, как хранилище это будет введено в эксплуатацию, специальный вагон-контейнер, который есть, но был старый, теперь закуплен новый, производство Шкода, это Чехия, будет перевозить по 9 тепловыделяющих сборок из существующего хранилища вот в это здание. Значит, темп вывоза и обработки ядерного топлива это до 2,5 тысяч тепловыделяющих сборок каждый год. Первую партию ядерного топлива законсервируют в новом хранилище уже осенью следующего года, а все отходы смогут переместить в него за 9-10 лет. Пока же на ЧАЭС придумали, как получать пользу из выделяемого в воду старого хранилища тепла. В 2016 году электростанция отказалась от природного газа, ведь полностью обеспечивает себя теплом отработанного ядерного топлива. Теперь вода, которая с остаточным теплом, нагретая вода от ХАЯТ-1 по сети трубопроводов сбрасывается в бак чистого конденсата, который сзади меня находится, БЧК-1 так называемый, где все тепло аккумулируется в этом баке. И распределяется по сети трубопроводов технического водоснабжения и системы пожаротушения. Также в 2016 году принят закон о создании в 30-километровой зоне вокруг ЧАЭС природного заповедника. Там планируют исследовать животных и растения, которые заселили зону отчуждения после ухода из нее людей. Влияние человека оказалось более пагубным для флоры и фауны, чем авария на Чернобыльской АЭС. В отсутствии людей она обновлялась. Мы законодательно закрепили за этой территорией статус радиационного биосферного заповедника. Это расширяет возможности для ее использования с научной точки зрения и защиты уникальной природной среды. Несмотря на результаты 2016 года, впереди еще много работы по преобразованию объекта укрытия в экологически безопасный. Последний этап – демонтаж реакторных установок в четвертом энергоблоке планируют закончить к 2065 году. Юлия Крючкова, Тимофей Сорокин, UATV.